Новогодними рецептами поделились шеф-повары крупнейших саратовских ресторанов. Они рассказали, что можно приготовить к празднику, как при этом уложиться в небольшую сумму и обойтись тем набором продуктов, которые могут предложить саратовские магазины. Секреты шеф-поваров узнала и наша съемочная группа. Красиво, дешево и вкусно. Наталья Лед, шеф-повар одного из саратовских ресторанов, презентует свое фирменное блюдо – фаршированный судак. Говорит, такое блюдо обойдется в 350 рублей. При небольших затратах выглядит красиво и на вкус необычно. Сейчас для того, чтобы немного удешевить затраты на то, чтобы собрать стол, мы готовим фаршированную судака, фаршированную щуку. Готовим очень популярные блюда из самой свеклы отварной. Кстати, очень полезное свекло надо регулярно употреблять в пищу и для желудка, и для красоты каждый день. Поэтому я бы даже сказала, что это даже не праздничный салат, а даже на каждый день нужно употреблять. Гастрономические изыски обсуждают на предновогодней встрече с чиновниками областного правительства. Здесь говорят о ценах. Перед Новым годом стоимость продуктов традиционно увеличилась. Но при современном объеме торговых точек можно найти недорогие ингредиенты для праздничного стола. Всегда есть выбор, где, что и по какой цене купить. То есть можно, условно говоря, к селедке под шубой купить свеклу на ярмарке в юбилейном или на театральной площади, которая будет стоить 16 рублей. Можно ее купить вареную по 45 рублей. Не возникнет проблемы с выбором продуктов, уверены чиновники. В этом году в области собрали рекордный урожай – много зерновых и много овощей. Впервые за 50 лет овощной продукции у нас произведено свыше 454 тысячи тонн или 108% к прошлому году. В том числе овощей защищенного грунта 28,3 тысяч тонн или 129% картофеля – 378 тысяч тонн или 102%. А значит, в Новый год никто голодным не останется. Главное, говорят специалисты, уже сегодня составить праздничное меню. И приобрести продукты сейчас, а не за несколько часов до боя курантов. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова